Всем привет! Пару недель назад приехала вот эта красавица. Приехал у нас в Валберес со склада в Казахстане. Почему так долго ждал? Хотел, чтобы все скрытые дефекты, которые в гитаре есть, ну максимально выявились. Потому что приехала она совершенно целенькой, совершенно. Меня это естественно очень обрадовало. Это невозможно. Я два года пытался заказать ее и в наш регион не хотели доставлять эти красавицы. Это копия знаменитого Овейшена. У гитар Овейшен круглая задняя дека, вернее скажем так, это дека объединенная с корпусом, сделанная из углеволокна. Но так как это копия, то здесь эта дека сделана просто из пластика. Ну, судя по всему, очень хорошего пластика. Гриф матовый сзади. Ну, колочки нормальные, скажем так, меня устраивает. Ну и фирменная, не знаю как это, фирменный веер. Управление анкером у этих гитар осуществляется со стороны туфельки. И вот так гитара крепится к кузову. Вот такая красота. Крепление струн у гитары бесспиновое, как в старых советских гитарах. Меня это тоже практически устраивает. Оснащена гитарка вот таким звукоснимателем. Вот это защёлки. Весь этот блок вынимается, там находится крона. Кстати, гитара пришла с кроной сразу. Вот так включается тюнер у этой красавицы. Гитарка сейчас настроена. За эти пару недель я ничего не делал с гитарой. Просто натягивал струны. Расстояние на двенадцатом ладу между грифами и струнами миллиметра три. Три с половиной сейчас. Я специально не тянул ни анкер, ничего. Вот как она из коробки есть, вот так она и есть. Когда я эту красавицу заказывал, я думал, что она будет довольно-таки плоской. Ну, как оказалось, не такая уж она и плоская. Довольно-таки объёмненькая. Путём довольно-таки непростых манипуляций удалось замерить, что максимальная толщина её где-то около одиннадцати с половиной сантиметров. Вот такая красота. Звучит? На ковре Без жёлтых листьев Платье цепростом В общем, вот такая красота. Всем спасибо, всем мира, здоровья и денюжки.